Как ни играй, куда ни пойди, Кто бы не встретился нам на пути. Весело тем, кто мир познаёт, Смелее, котики, вперёд! Мяу! Котики, вперёд! Котики, вперёд! Чух-чух, ням-ням! Во что сегодня поиграем, Катя? Заглянем в коробку! Смотри, фуражки машинистов! И перчатки! Давай работать на поезде! Да, я хочу дать гудок! Я тоже! У-у-у! Мяу-мяу, котики, вперёд! Котя и Катя выпрыгнули из волшебной коробки и направились на станцию начальная. Они встретились с кондукторами Барри и Ларри, у которых был чрезмерный аппетит. Ты ешь неряшливее всех, кого я знаю! Это ты ешь неряшливее всех, кого я знаю! Это потому, что мы не смотримся в зеркало! Ха-ха-ха! Всё правильно, утята, наедайтесь! Скоро жёлтой стреле пора отправляться! Вы тоже подкрепляйтесь! Ешьте и встретимся на голубой комете! Отправляемся, как только будете готовы! Хм, рыба? Или молоко? Я ничего не буду! Мне слишком не терпится поехать! Чем быстрее мы окажемся в поезде, тем быстрее поедем! И сможем дать гудок! У-у-у! Нам можно будет погудеть, Барри? Вот привезёте нас вовремя на станцию конечная, и я дам вам погудеть! Без проблем! Да, я на вас рассчитываю! Подбрасывайте в печь ускорятор! Мотор не будет работать, если кончится топливо! Мы всё поняли! Все по местам! Если хочешь, чтобы поезд сел чух-чух-чух, чтобы ехал быстро-быстро и запал, не потух! Запомни правила на все времена, ты топливо подбросить будешь ехать всегда! Продолжайте в том же духе! Сейчас мы идём точно по графику! Ой, кажется, начинаю уставать! А я уже устал! Но нужно продолжать работу! Не могу! Совсем выдохся! Я тоже! Ой, нет! Наш поезд останавливается! Теперь мы ни за что не доберёмся вовремя! И никогда не дадим гудок! Утята точно приедут по расписанию! Вдруг откуда ни возьмись таинственный незнакомец! Почему остановился поезд? Мотору не хватает ускорятора! Скажите, а для чего мотор ускорятор? Ускорятор – это топливо! Поезд не может ехать без него! Так почему вы не подбросите ещё ускорятора? У нас не осталось на это никаких сил! Судя по всему, у вас тоже кончилось топливо! Чем вы сегодня завтракали? Мы не стали есть! А, теперь я понимаю! Еда – это топливо для нашего организма! Наш моторчик работает от еды! Спасибо, пап! Эй, как вы догадались! Давай попробуем снова! Только на этот раз мы хорошенечко позавтракаем! Да! Так мы точно не устанем! А наш моторчик будет работать! Теперь понятно! Летим обратно! Котя и Катя снова отправились в приключения на поезде! Но на этот раз они позавтракали очень плотно, прежде чем взяться за работу! Рыба и молоко! Что скажешь, Катя? Ты готова? Да! Я хорошо подзаправилась! Если хочешь, чтобы поезд сделал чук-чук-чук, чтобы ехал быстро-быстро и запал не потух! Запомни правила на все времена, ты топлива подброси будешь ехать всегда! Если хочешь, чтобы поезд сделал чук-чук-чук, чтобы ехал быстро-быстро и запал не потух! Запомни правила на все времена, ты топлива подброси будешь ехать всегда! Вы молодцы, котята! Мы прибываем точно по графику! А это значит что? Да! Кудите! Остановка! Станция конечная! Пришло время снова подзаправиться! Нам эта идея по душе! Настоящая победа! Во что сегодня поиграем, котя? Давай заглянем в коробку! Смотри, Катя! Очки гонщика! И шарфы! Давай мы станем гонщиками! Поучаствуем в гонке! Мяу-мяу, котики, вперед! Котя и Катя выпрыгнули из волшебной коробки и помчались к стартовой линии соревнований гонки по бездорожью. Смотри, наша машина! Чур, я водитель! Тогда я штурман! А вот и карта с указанием маршрута! Ну и кто наши соперники? И вам удачи в гонке! Она вам понадобится! О, вы победите! Это мы еще увидим! Гонщики, пристегните ремни! Вперед! Куда нам? За ними едем? Нет, направо! Так быстрей! Берегись! Ха-ха! Проскочили! Котя, давай туда, на гору! Поднажми, они догоняют! Ах так! Я знаю, где срезать! Держись! Десять! Оторвались! Не очень-то! Осталось только проехать болото, а там финиш! Жми, Котя! Не! Мы так легко не сдадимся! Ха-ха! Прощайте, утки! Смотри! Финишная прямая! Мы первые! Встречайте нас! Ура! Победа! Победителями становятся Котя и Катя! На втором месте! Как странно! Где утята? Они там, на трассе! Увязли в грязи! Правда? Откуда вы знаете? Мы проехали мимо них! Они увязли, а вы не остановились помочь им! Мы не могли! Мы хотели победить! Вот так победили! Да! Скорее проиграли! Бежим, посмотрим, что там с утятами! За мной! Но мы победили! Победили! И тут появился таинственный незнакомец! За что вам дали приз? Мы победили в гонке! Победили? Отчего же вы такие невеселые? Все считают, что мы проиграли! Почему? Мы не остановились помочь утятам! Но если бы остановились, то не пришли бы первыми! А с утятами все хорошо! Мы не знаем! Они не доехали! О-о-о! Я, кажется, поняла! Мы так хотели победить, что даже не посмотрели, что с нашими друзьями! Да! И какой же ты победитель, если ради твоей победы страдает кто-то другой! Спасибо, мам! Эй! Как вы догадались! Начнем заново, Катя! Но в этот раз будем помнить, что победа не главное! Особенно, когда друзьям нужна помощь! Теперь понятно! Летим обратно! Котя и Катя вернулись на старт, чтобы начать гонку заново! Но в этот раз, несмотря на желание победить, решили убедиться, что никто из участников гонки не пострадал! Сейчас мы их догоним, Катя! Победа будет нашей! Удета увезли в грызи! Давай посмотрим, что там стряслось! Держитесь! Идем на помощь! Я знаю, что делать! Победителем становится... Стойте! Вы все приехали к финишу одновременно! Кто же победил? А победила... Дружба! Большие гонки Во что сегодня поиграем, Котя? Давай заглянем в коробку! Смотри, Катя, гоночные шлемы! Мы станем гонщиками! Да! Нам ждут гонки на самокатах на извилистом холме! Мы соревнуемся с утятами! Я всех обгоню! Нет уж, Котя, я обгоню! Мяу-мяу, котики, вперед! Когда Котя и Катя пришли на извилистый холм, им очень захотелось с него прокатиться. Ух ты! Какой холм! Я понесусь, как ветер! А я понесусь еще быстрее! Привет, утята! Увидимся на старте! Будьте добры, самокат! И мне, пожалуйста! Прошу, отнесите коробки к стартовой линии и соберите свой самокат. Когда я выстрелю из пистолета, гонка начнется! И я ее выиграю! Нет, я! Собрать эти самокаты, пара пустяков! Котя и Катя вытащили детали из коробок и начали собирать свои самокаты. Итак, одна подножка, один руль и одно колесо. Но мне нужны два! И у Кати тоже не складывалось. Эй, в моем самокате нет руля! У Кати есть руль! Эй, Котя, одолжи мне руль! Хорошо! Меня на одно из твоих колес! М-м-м, по рукам! Внимание! Самокаты на старт! Начинаем! Порядок! Оба колеса на месте! Оу! Но нет руля! Отлично! Теперь у меня есть руль! Но колесо одно! Котя, верни мне колесо! А ты верни мне руль! Меняемся? Давай! Я готов! Я тоже! Гонщики, на старт! Внимание! Марш! Катя, у меня колеса не хватает! Да дай его мне! А мне не хватает руля! Я первый попросил! Нет, я первая! Нет, я! Нет, я! И вот наши победители! Победители? Мы еще даже не начали! Все из-за того, что ты не дал мне руль! А ты не дала мне колесо! И тут появился таинственный незнакомец! Что-то не так, детки? Я проиграла гонки! Проиграла? Да мы вообще не участвовали! Как это? В самокатах не хватило деталей! Не хватило? О! Так, сколько нужно колес, чтобы самокат поехал? Два! И сколько колес у вас двоих? Ну, у меня одно, а у Кати два! Будет раз, два, три колеса! А сколько в самокате должно быть рулей? Всего один! Вот! Как интересно! Постойте! Я все понял! Деталей хватало, чтобы собрать самокат! Просто нужно было делать все вместе! Как это делали утята! А не каждый сам за себя! Тогда бы у нас все получилось! И было бы веселей! Все ясно! Спасибо, пап! Как вы догадались! Котя, может, нам начать заново? Да, но в этот раз мы будем командой! Теперь понятно! Летим обратно! Котя и Катя снова пришли участвовать в гонке! Но в этот раз подумали о том, как им победить сообща! Два самоката, пожалуйста! Держите! И кто победит? Мы! Самый лучший самокат на свете! И лучшая команда! Внимание! Участники! Приготовиться! Гонщики на старт! Внимание! Марш! Котя и Катя вместе понеслись с извилистого холма. Для их дружной команды эта гонка стала самой успешной. Да! Прыг-доскок черничный пирог Во что сегодня поиграем, Катя? Давай заглянем в коробку! Смотри, Катя, без козырки! Мы станем матросами? Да! И поплывем на остров черничного пирога! Точно! Я больше всего на свете люблю черничный пирог! Мяу-мяу-мяу! Котики, вперед! Прыг-доскок черничный пирог! Прыг-доскок черничный пирог! Катятам так хотелось попасть на остров черничного пирога, что они уже чуяли запах лакомств, которые их там ждали. Как пирогами пахнет! Корабль до острова черничного пирога отплывает после трех ударов колокола! Не опаздывать после трех ударов! Первый удар, Катя, скорей! Но увидев прекрасного мотылька, Катя совершенно забыла о пирогах. Он похож на тебя, Котя! Ха-ха! Пойдем, Катя, а то опоздаем! Ой, прости! Прыг-доскок! Черничный пирог! Прыг-доскок! Черничный пирог! Прыг-доскок! Катя? Куда же опять подевалась Катя? Раз! Ха-ха-ха! Два! Три! Катя! Не поймаешь, Котя! Катя! Ха-ха-ха! Комонись! Ха-ха-ха! Два удара! Скорей, Катя, а то опоздаем! Да, извини! Пока у тебя-то! Котя и Катя продолжили путь, и запах черничных пирогов усилился. Прыг-доскок! Черничный пирог! Прыг-доскок! Черничный пирог! Прыг-доскок! Катя? Катя снова исчезла! А-а-а! Котя, смотри, что у меня получилось! Юбочка! Катя! Катя! А теперь я большой медведь! А-а-а! А-а-а! Я старый-престарый дедушка! Хи-хи! Давай поиграем, Котя! Катя, мы опоздаем! Что? У меня старый-престарый уши! Я не слышу тебя! Хи-хи! А-а-а! Уже три удара! Бежим! Все на борт! А-а-а! А-а-а! Наконец-то Котя и Катя добрались до пристани. Но было слишком поздно. Простите, корабль отплыл после трех ударов! А-а-а! Нет, так не честно! И тут появился загадочный незнакомец. Что за слезы в два ручья? Я хочу на остров черничного пирога, но мы опоздали! Почему вы опоздали? Потому что по пути нам встретилось столько интересного! Но это же чудесно! Да, но остров пирога еще чудесней! И мы туда не попали! Вот оно как! А если начать заново, вы бы поступили иначе? Э-э-э! Кажется, я поняла! Если нужно куда-то попасть, вовремя нельзя делать все, что вздумается! Все ясно! Спасибо, мам! Э-э-э! Как вы догадались! Хе-хе-хе-хе-хе-хе! Начнем заново, Котя! Я хочу на остров черничного пирога! Я тоже! Теперь понятно! Летим обратно! Катя усвоила урок! Если где-то нужно быть вовремя, не стоит отвлекаться на все подряд! Прости, не до мотыльков! Прыг-доскок! Черничный пирог! Я бы охотно с вами поиграл, Упочки! Но нам надо успеть на корабль! Раз! Котя! Хе-хе-хе! Прыг-доскок! Черничный пирог! Маскарад в другой раз! Мы плывем на остров черничного пирога! Прыг-доскок! Черничный пирог! Хе-хе-хе-хе! Эй, на суше! Вы как раз вовремя! Я собирался трижды ударить колокол! А можно мне? Конечно! Пей три раза! Все на борт! Наконец, Котя и Катя поплыли к острову черничного пирога! И нашли там много-много вкусностей! Большой беспорядок! Во что сегодня поиграем, Катя? Заглянем в коробку! Смотри! Это летные шлемы! Давай играть в пилотов! Да! Будем делать сверхзвуковые мертвые петли! Мяу-мяу! Котики вперед! Котя и Катя вылетели из волшебной коробки и направились прямо в сверхзвуковой аэропорт города! Извините, сэр! Ой! Тревога! Тревога! Не заметил, что вы пришли! Чем могу вам помочь? Мы хотим полететь на самолете! Конечно! Хотите на этом? Ого! Куда же я подевал ключ? Да, точно! Он в мастерской! Я сейчас довольно занят, но вы можете пойти и сами его поискать! Он точно где-то там! Никаких проблем! Скоро мы с тобой полетим, Катя! Здесь небольшой беспорядок! Да, небольшой! Если вы все разложите по полкам, то обязательно найдете ключ! Здесь такой большой беспорядок! Мы не проберемся сквозь него и не найдем ключ! Я знаю, что делать! Этот магнит найдет нам ключ! Смотри! Кажется, я нашел его! Это вилка! Осторожно! Нашли ключ? Нет! Он точно где-то там! Не можем зайти в дверь! Зайдем снизу! Ты думаешь, это хороший способ? Конечно! Ключ находится прямо над нами! Нашли его? Нет, пока не нашли! Он точно там! Мы выйдем на середину комнаты и посмотрим сверху! Да, сверху нам будет легче его увидеть! Ой, спасибо, что принесли вещи с чердака! Вы нашли ключ? Нет! Он точно должен быть там! Где-то! Все без толку! Мы никогда не найдем ключ! Да! И уже начинает темнеть! Вот мы и полетали сегодня! Вдруг откуда ни возьмись, таинственный незнакомец! Что случилось? Мы хотели пойти полетать, но не нашли ключ от самолета! Почему? Он затерялся в одной очень захламленной мастерской! Да! Там сплошной беспорядок! Сплошной беспорядок? И вещи прилипли друг к другу? Что за глупости? Просто много вещей свалено в одну кучу! Ясно! Вы можете поставить на место одну вещь! Конечно! А две вещи сможете убрать? Без проблем! А если три вещи? Теперь я все поняла! Большое дело не такое уж большое, если разделить его на маленькие дела! Такие мысли – это настоящий ключ к успеху! Спасибо, пап! Эй, как вы догадались! Давай попробуем еще раз! Ну, теперь будем помнить, что, чтобы сделать что-то большое, нужно начать с малого! Теперь понятно! Летим обратно! Котя и Катя начали свое сверхзвуковое приключение сначала! Но на этот раз они думали не просто о большом беспорядке! Они взглянули на дело иначе! Большой беспорядок – много маленьких вещей! Маленьких вещей! Маленьких вещей! Большой беспорядок – много маленьких вещей! Из мелочей он состоит, ты знаешь, это сам! Смотри, Котя, я нашла ключ! Я так и знал, что он здесь! Идем, Катя! Сейчас мы с тобой полетаем! Держись, Катя! Мертвая петля! Время летит так быстро, когда весело! Ищу виноватого Во что сегодня поиграем, Катя? Заглянем в коробку! Смотри, спасательные жилеты! И доски для серфинга! Давай сплавимся на лодке по плескучей реке! И покатаемся на волнах у пляжа Буги-Буги! Отлично! На! Мяу-мяу, котики, вперед! Котя и Катя выпрыгнули из волшебной коробки и побежали к причалу у плескучей реки! Забирайся, Катя! Чем быстрее поплывем, тем быстрее покатаемся на волнах! Подожди минутку, я... Котя, вернись! Катя! Давай живей! Держи лодку! Я сейчас, сейчас! Стой! Мы никогда не доберемся до пляжа, потому что ты копаешься! Нет, это ты слишком торопишься! Ты виновата! Просто держи лодку! Наконец-то! Хоть куда-то мы движемся! Куда-то? Это на пляж Буги-Буги! А! Давай туда! Нет, туда! Направо! Налево! Так не пойдет! Ты не знаешь, что делаешь! Это ты не знаешь, что делаешь! Ты виновата! Мы летим на камне! Теперь наша лодка застряла! Это ты виноват, Котя! Ты виновата, Катя! Ой-ой-ой! Лодка тонет, Котя! Быстрее! Забирайся на камне! Пока, лодочка! Ты виновата! Ты виновата! Вдруг откуда ни возьмись, таинственный незнакомец! О, что случилось, котята? Мы хотели покататься у пляжа Буги-Буги! Но лодка застряла на камнях! Лодка? Не вижу никакой лодки! Она утонула! Котя пробил в ней дыру! Я пробил дыру, когда ты сделала то же самое! О-о-о! Вы играете в еще виноватого! Знаю эту игру! Кто победитель? Я, если Катя признает, что утопила лодку! Я, если Котя признает, что он во всем виноват! А когда кто-то из вас выиграет, вы сможете поплыть к пляжу? Нет! Потому что у нас больше нет лодки! Правильно! Она утонула, пока вы играли в еще виноватого! А-а-а! Теперь я понял! Обвинения совсем не помогут решить проблему! Это пустая трата времени! Спасибо, мам! Эй! Как вы догадались! Давай попробуем снова, Котя! Но на этот раз не будем играть в еще виноватого! Правильно! Если возникнет проблема, мы будем думать, как ее решить, а не гадать, кто во всем виноват! Теперь понятно! Летим обратно! Котя и Катя снова отправились в приключения на реке! Но на этот раз, когда все пошло не так... Котя, вернись! Катя, давай живей! Мы никогда не доберемся до пляжа, потому что ты копаешься! Нет, это потому что ты... Стой! Это не важно! Точно! Я подержу лодку, а ты спускайся! Спасибо! Я готова! Тогда вперед! Я знал, что рыба прыгнет! Да! Все равно было страшно! Мы налетим на камни! Опять! Это из-за тебя! Нет, из-за тебя! Это не важно! Держись! Молодчина, Катя! Хватит, Котя! Мы же не играем в «Ищу виноватого»! Ты права! И как же нам выбраться? Можно взять весла и оттолкнуться ими! Получилось! Отличная идея, Катя! Следующая остановка! Бляж буги-буги! Аллоха, котята! Готовы прокатиться на волнах? Да! Только не вините меня, если будет слишком весело! С тех пор Котя и Катя никогда не играли в «Ищу виноватого»! Когда кончается поиск «Ищу виноватого», начинается веселье! Отлично! Одевайся по погоде! Во что сегодня поиграем, Катя? Заглянем в коробку! Смотри, Котя, чемоданы! Поехали в круиз по океану! Мы увидим чудеса всего света! Чувствую, нас ждет приятное путешествие! Мяу-мяу, котики, вперед! Котя и Катя выпрыгнули из волшебной коробки и взошли на борт лайнера Китти! Они с нетерпением хотели узнать, куда же они поплывут сначала! Добро пожаловать на борт! Наша первая остановка – Великий Сфинкс в жаркой-прижаркой пустыне! Сегодня ожидается солнечная жаркая погода! Котя, давай! Нам пора одеваться! Так классно, да? Сегодня будет жарко, Котя! Не хочешь надеть шорты и футболку? Нет, так ведь все одеваются! Хорошо! Улыбнись! Я зажарился! Весело было, да? Нет! Внимание, пассажиры! Следующая остановка – Леденящие острова! Сегодня ожидается снежная, холодная погода! Ого! Поверить не могу! Давай переодеваться! Котя, на улице очень холодно! Может, лучше наденешь куртку? Ни за что! Я так буду выглядеть гораздо круче! Хорошо! Фыр! Лед! Вот это да! Классная фотография! Ага, классная! Следующая остановка – плащущий водопад Макерштайн! Сегодня ожидается дождь, затем ливень, а потом польет, как из ведра! Я знаю, что надеть! Я тоже! Ты точно знаешь? Сегодня ожидается сильный дождь! Я хотел выглядеть красиво! Ты когда-нибудь видел столько воды? Котя, закрывай, пожалуйста, рот! Прошу тебя! Я себя плохо чувствую! Я тоже! Ты сильно простудился и заразил свою сестру! Следующая остановка – Ветервиль! Надо подготовиться, Котя! А, все! Вы двое никуда не пойдете! Оставайтесь в постели до конца круиза! До конца круиза? Да! Боюсь это так! Нет! Это не честно! Псю! Вдруг откуда ни возьмись таинственный незнакомец! Выглядите вы ужасно! Что случилось? Из-за Коти мы оба заболели! Из-за него? Почему? Вначале он решил надеть теплую куртку в пустыню и весь зажарился! Потом я сказала ему одеться потеплее! Но шорты мне идут гораздо больше! Я сказала надеть дождевик, когда мы шли на водопады! А я не захотел! Весь промок и заболел! Ну, конечно! В такой одежде любой заболеет! О, теперь я понял! Если не хочешь заболеть, нужно обязательно одеваться по погоде! Спасибо, мам! Эй, как вы догадались! Извини, Катя! Давай попробуем снова! Но на этот раз я обещаю одеваться как следует! Теперь понятно! Летим обратно! Котя и Катя снова отправились в приключения! Но на этот раз Котя выбирал себе одежду только по погоде! Когда было жарко, Котя надел шорты! Когда капитан объявил, что будет холодно, он надел теплую куртку! Когда пообещали дождь, Котя был рад радёшенник в дождевике! Внимание, пассажиры! Следующая остановка – радужный лес в Ветервилле! Сегодня ожидается холодная ветреная погода! По-моему, сегодня отличная погода для свитера! Котя научился, что когда выбираешь одежду правильно, можно веселиться в любую погоду! Смотри! Ого! Ого! Субтитры подогнал «Симон»!